Доброе утро! В эфире выпуск новостей. С вами Егор Матаев. Начинаем выпуск. Библиотеку нового поколения торжественно откроют в Бурнауле 19 сентября. Обновленный филиал номер 10 имени Александра Пушкина будет располагаться в поселке Южный. Учреждение вошло в число победителей конкурса в рамках нацпроекта «Культура». На реализацию концепции библиотеки нового поколения из федерального бюджета направили 5 миллионов рублей. На эти средства провели текущий ремонт помещений, закупили современную технику и новую мебель, изготовленную по индивидуальным эскизам. Также в библиотеку приобрели стационарный электронный видеовеличиватель для слабовидящих пользователей. Добавлю, более 2 миллионов рублей потратили на новую литературу для комплектования фонда библиотеки. Несмотря на ограничительные меры, 290-летие Барнаула пройдет ярко. Организаторы отказались от салютов в районах города, приглашения звезды и некоторых других массовых мероприятий. Тем не менее, программа будет насыщенной. Празднование дня города 19 сентября начнется с 10.00. У нулевого километра развернется фестиваль национальной культуре, единой семьей в Барнауле живем. На площади Советов откроется спортивный праздник «Барнаул – спортивный город чемпионов». А на пешеходной улице Молотобойской начнут работу сразу две выставки «Город мастеров» и «Барнаул туристский». С 13.00 на площади Сахаров начнется праздничный концерт творческих коллективов города, который в 17.00 сменит молодежная праздничная программа «Барнаул – орденоносный». Также в 13.00 на набережной Аби можно будет посмотреть парад теплохода плечного флота Алтайского края, после чего здесь же стартует праздничная программа «Барнаул – столица мира». В 17.00 с набережной Иногорного парка можно будет наблюдать и авиашоу с участием авиационной группы высшего пилотажа Российской Федерации «Стрижи». Завершится программа празднования юбилея города фейерверком в районе речного вокзала и набережной Аби. Это дело шито не белыми нитками. 13 профессиональных швей Алтайского края показали свои навыки на конкурсе «Лучшие по профессии». Девушки – представители таких известных региональных предприятий, как «Меланжист Алтая», швейная фабрика «Авангард», «Сибирский текстиль» и других. Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического. Там были вопросы на знание оборудования, на знание того, как нужно работать с машиной, что должна выполнять швея. В практической части, конечно же, они отшивают изделия, это основная часть, где они показывают, собственно говоря, свои навыки. Навыки работы за утюгом, навыки работы за машинами, причем за разными машинами, то есть и универсальной стачивающей машиной, и за краебмёточной. Изготовление конкурсного платья требовало продвинутых навыков. Это особая утюжка ткани, обтачивание рукавов и воротника, поэтому участницей могла стать швея четвертого разряда и выше. Некоторые конкурсантки занимаются этим делом более 20 лет. С самого детства любила одевать кукол. Разрезала, тряпочки выкраивала и сама шила руками сначала, потом на машинке научилась. Я дома постоянно шью, на работе могу прийти вечером домой, дома пошить. Мне, в принципе, здесь понравилось. Хорошее помещение и машинок много разных. Конечно, хотелось бы победить, но не победим так. Участвовали хоть. Итоги конкурса подведут в середине октября. Лучшие швеи получат правительственные награды и денежный приз. За первое место 70 тысяч рублей, второе 60, а третье 50 тысяч. Победительница представит край на федеральном этапе конкурса. На этом у меня все.